Привет, друзья! Я уже не раз рассказывал о том, что Беларусь превратилась в этакий заповедник совкового какого-то дремучего коммунизма, или вообще не пойми чего. Ну, короче говоря, кошмара с улицы Вязов а-ля Советский Союз. Но вы знаете, не только совком единым сильна, точнее не Беларусь, а силен бульбафюрер, он же картофельный лось по фамилии гражданин Лукашенко. Так вот, он начал брать пример уже не с Советского Союза, а с бесноватого Алоизыча, Адольфа Алоизыча, все помним, надеюсь, 32-й, 45-й год, фашистская Германия. Да, так вот, объявился достойный, так сказать, продолжатель дела небезызвестного немецкого фюрера. Так вот, о чем идет речь. Речь идет, ребятки, о том, что вас, дорогие мои белорусы, собрались лишать гражданства. Не, я не шучу, я абсолютно серьезно. Эти товарищи, которые незаконно занимают там президентские должности и должности типа всяких министров, типа всяких вот этих вот бургомистров, как они называются у вашего этого недофюрера, они лишили тех белорусов, которые уехали в свое время из Беларуси и борются за свободу собственной страны, борются с незаконным вот этим вот режимом, а просто-напросто лишить гражданства. Лишить гражданства, сказать, все, будьте здоровы, до свидания, вы больше не белорусы, вы больше не лукашисты, не имеете к Лукашенко никакого отношения. Не, они бы и рады не иметь к Лукашенко никакого отношения, но вот к Беларуси, я думаю, что это вряд ли. Вот таким вот точно делом занимался, понятно, что таким делом занимался Советский Союз, понятно, что тысячи людей были лишены советского гражданства абсолютно за то же самое. Это все еще, я думаю, старшее поколение помнит такие вот вещи, послушал голос Америки, а к чертовой матери, нет, это хорошо, если выслали, например, и лишили гражданства. Это хороший вариант. Худший вариант, это когда тебе дали там 10 лет за антисоветскую пропаганду какую-то, или же, например, отправили в сумасшедший дом, потому что ты сумасшедший. Ну, раз ты слушаешь голос Америки, ты автоматически сумасшедший. Это в советские времена при Брежневе так было, отправляли в психушку. Так вот, судя по всему, лукашизм не только докатился до брежневских там или сталинских времен, ну, при Сталине они к черту расстреляли, а тут, конечно, все-таки более гуманно. Но лукашизм докатился до того, что делал Алоизыч Гитлер. А тут то же самое, тот лишал гражданства налево-направо, чтобы вы не сомневались. За все время деятельности фашистского рейха там было лишено гражданства, если я так не ошибаюсь, там порядка 40 тысяч человек. И последний указ Гитлера о лишении гражданства, вы не поверите, был опубликован 7 апреля 45-го года. То есть там уже шел штурм Берлина, уже начиналось, да, уже Зиеловские высоты там под обстрелом, там уже каша была на Зиеловских высотах, там вокруг Берлина уже там танки уже лязгали. А он все еще, знаешь, лишал гражданства рейха. Ну а этот сейчас он бульба рейха гражданства будет лишать. Людей, которые борются за независимость, за настоящую независимость, за демократию, за прогресс, за собственных детей. Ведь, ну поймите, этих людей просто надо понять, они смотрят на вот это усатое, недоумковатое чудовище, которое там у власти, да, и говорят, боже мой, ну ладно, мы при этом пожили, но уже со нашим детям вот это несчастье. Надо же это как-то прекращать, ну реально, ну это же вообще кошмар, это позорище на весь мир. Такого не было даже, честно, честно словом, мне кажется, даже вот, ну Каддафи был на три головы умнее, Саддам Хусейн был поинтеллигентнее, ну Чаушеску был поумнее. Это просто какое-то, понимаете, такого дремучего колхана, как у вас, честно, ребята, я даже не вспомню, где такое было. Брежнев на три головы умнее был, о чем вы? Хрущев, о, о, Никита Сергеевич Хрущев чем-то напоминал, да, такой же был вот этот вот деятель. Вот, да, вот, вот что-то я думаю, кому он мне напоминает, да? Но тот тоже похитрее был такой, ну и страна же была другой за ним. А это просто вот такое вот чудище, вот решила пойти путем Гитлера в очередной раз и полишать гражданство собственный народ. Ну что тут скажешь, Господи, прости.